Сидит спокойно, рассуждают, как деньги снимать. Аж скучно. А как же приставка PSY? Ну, видишь, она уже сокращенная, уже даже отсутствует в Нике здесь у меня. На чиле на расслабоне. Так, ну, сэд, пошли ловить, чё. Куда деваться? У-у-у. Да пофигу, чё уж. Мы же не можем плохо поехать, у нас 3-сет-дро. 3-сет-дро, ещё и флеш-дро несколько есть даже. Смотри, чё, сколько процентов-то у нас? Вот, пожалуйста, 11-сет. Чё так мало процентов у сыта? Вот другой разговор. Чирика нету в аутах вроде ни у кого. Всё, собственно, эту игру мы прошли. Не, ну ты индейец. Не, ну поеду здесь, чё? Он ещё может поставить что-то слабее, чем наша рука. 3x-то вроде не ставит таким сайзом. Так, какие-нибудь дрова, вон. Миш, мне похуй, я так чувствую. Валет 8, еб***ь. Он просто бэткол сыграл с валет 8, это жесть. Извините, я не могу просто смотреть на этот ревер. Фух, оба раза наши. Это было не просто смело. Это было пи***ц, как смело. Он мог, в принципе, и тудов подколить здесь. Потому что этот чувак вполне мог сагриться на пуф после сквиза. То есть сначала он кол, а потом уже такой, ну аху, с ним типа была, не была. В такой ситуации вполне может здесь ещё сильный. Ну, не знаю, у него что-то сильное в целом должно быть. Эту доску отбил. Ну и плюс эквити выбить у нас не ошибка тоже. Сет в сет. Неплохо, кстати, поехали. Давай, два что-то. Ну вот эти каточки завезли. Уже хорошо. Прочитано. Я подумал, что на ривере тузы, например, не ставят, что может с пикой. Ну то есть, короче, это как раз к вопросу о полярности бетов. Туз 3. Ты что, друг? Интересный розыгрыш. Типа он хотел что-то выбить. Плит какой-то. Получается так. О! Чего? Таким спасибо, конечно. Чего мы бьем? 10-9. Тает он их. Вроде каиксу тоже не так много. Король дамы на флопе бы поставил. Пали. Она, я его не знаю, заколю. 10-9. Прочитано. Сори. Но я прочитал тебя. Очень хочется чек-чек здесь сыграть, конечно. Ну че, это не колется же. Да я че-то подумал-подумал, поразмышлял. Вроде бы надо колюсь как будто. Что, Фрин? Здесь выиграли. Ну и здесь че? Базочек надо бать. О, ну ты ставишь туда за маску. Ха-ха-ха-ха! Йосак! Спасибо. Опа. Ле, ну он чекбэкал флоп. Я думаю, что мы едем здесь легко. Типа если он чекбэкнул с цветом, ну честь хвала, забираемые бабки. Мне пофигу. Обычно все-таки это вот такой и должен быть исход. Ну давай дважды че, немножко хотя бы. Еее, без дележек, без проигрышей. Ну валят четыре, не обязательно заходить, конечно, при флопе. Ну не знаю, я типа, это самое, похуй. Ой, бля. Давай дважды. Парис Бритва, да. Ну было и было еще. Давай просто лепить здесь. Чек. Давай блефуй свой промазавший флоп. Окей. Францебанк хороший. Ай, нет! Бля, это не то флопе! О, ки***ц. Бля, бля. Ну типа, настэк желательно, конечно. Хотя тут настэк сейчас против 8-9 поедем. Вот и будет настэк. Подбор ситуации, пи***ц. Мой позитивный настрой подвергается серьезным испытаниям, должен я сказать. Непкол. Ну как идет, сейчас убут явно. Читалось, читалось. Просто, когда такая волна, бля, ну невозможно выиграть. Не знаю, почему я кэш-аут не взял. Поехали, флоп. Забавно, как все-таки, бля, трубильниковая система эта работает. С дамой, похоже. Можно влюбетнуть, кстати, в такое. Интересное решение, может быть. Как думаете? Балет их, ебать. Вот это я, конечно, мастер спорта, бля. Что-то это, это вот уже такой небольшой звоночек. Кто обстрик немножко в голову ударил. Просто, бля, вот так вот кто-то пришел, сделал. И все. До свидания, рассудительный холодный покер. Все. Спасибо за внимание, пока. Продолжение следует...